Моим имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Глава 37. Невидимой брани преподобного Никодима Святогорца. Какие расположения требуются для успеха в стяжании добродетелей вообще и как вести дело на выкновение в одной какой. Предыдущая 36 глава нам и говорит, главное о том, что если взялся навыкнуть в какой-либо добродетели, то стоит взяться за одну, а не хвататься за все сразу. И все потихоньку Господь будет управлять. Для стяжания добродетелей требуется душа мужественная и великая, и воля не какая-нибудь слабая и вялая, но решительная и сильная, с верным презрением многих препятствий и тяжелых трудов, и с готовностью все их поднять и перенести. В основе таких расположений должны лежать крепкое возлюбление каждой добродетели и всей добродетельной жизни и пламенная о том ревность. Помыслы самолюбия, саможаления, самооправдания, они сразу могут лечь в такое противоположное, в оппозицию. Это всему сказано, а как еще, если я не такой мужественный и великий, если нет у меня такой воли, все, не буду это делать. Стоит помнить, наверное, нам о том, что Господь знает каждого из нас в сердце, знает его возможности, и сам сотворил, и какими силами наделил Он каждого человека, и дает крест тот, который человек может понести. Понятно, что крест нести – это некомфортно. Это должна быть притрудность. И всех нас поголовно крещенных в православии Господь не заставляет быть столбниками, пещерниками и затворниками. Каждому свое. И для кого-то, может быть, просто исполнение утреннего и вечернего правила, но так неотступно, пожизненно. Может, больше венец человек стяжает в мирских трудах, соблюдая это, чем кто-то в монашеской келье читает псалтирь ежедневно. То это Господь уже будет судить. Разве что не надо поддаваться сразу же саможалению и самооправданию. Ну и, конечно же, прекрасно, когда есть община, либо духовный наставник, с которым все это нужно. Регулировать все эти аспекты. А то есть порой даже и аспекты эти выяснять не хочется, потому что где-то так знаешь, что скажут, что все-таки надо. Вот так. Тогда уж точно придется надо. Ну, не спросил, ну, не сказали, ну, и не буду. Сам себе, опять же, само мнение, вот само мнение сюда же притекает. И все, никакого дела не нет. Самоуспокоение есть. Это такая тепло-хладная православие. Ревность о Боге. В этом движущая по трудовому пути добродетели сила, вот, по трудовому пути добродетели сила. Трудовой путь, трудный, с трудом. В этом движущая по трудовому пути добродетели сила, которую потому непрестанно должно возгревать. Возгревать ее надо еще и непрестанно. Не пропускать утренние и вечерние правила. Не пропускать хотя бы раз в неделю исповедь причастия. Ведь тухнет человек. Тухнет и огонь сердечный тухнет. От этого и сам человек потом уже тухнет. И душок уже идет. Не тот из нашего сердца. Возгревать, чтобы не ослабело и не истощилось, так как при этом неизбежно прекратится и само движение. Итак, не ленись возгревать свою ревность о добродетели с сердечным участием, размышляя, как благоугодно Богу добродетельная жизнь, как прекрасна и высока добродетель сама по себе, и как для нас она необходима и благотворна, ибо в ней начало и конец истинного нашего совершенства и преуспеяния в нем. Но этот момент вот с сердечным участием размышляя. не мечтательно и исключительно в воображении своем. Да, действительно, как хорошо нести какой-то подвиг, как это прекрасно, как это траля-ля-ля-ля-ля, вот это все в голове в основном. А сердечно, это я так и понимаю, это когда ты понимаешь, что надо бы ради Господа делать большее, чем ты делаешь, и сердечно ты понимаешь, что не делаешь этого, и вот идет какое-то сокрушение, прости Господи, начинается. Я думаю, это так пока что на том опыте, который имеется. Не мечтательно, не чувственно исключительно, а вот сердцем. Когда вместе с Господи помоги, и Господи помилуй, и слава Тебе, Боже. Синергия этого равновесия, не просто на восторгах. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, без всякого сокрушения. И не сокрушаясь, без славы Тебе, Господи, благодарю Тебя, что в уныние входишь. Равновесие. Посему каждое утро со всем вниманием старайся рассмотреть и предусмотреть, какие случаи, вероятно, представятся могут в продолжении дня для совершения того или другого доброго дела, прилагая к тому и желание, и решение непременно так поступить. А вечером поиспытай себя, исполнены ли и как исполнены утренние твои добрые помышления и желания. Затем в следующее утро возобнови опять те же намерения и желания, с живейшей ревностью и желанием исполнить их в точности. А что делать, если все время об этом... Ну, даже если сейчас принял, узнал об этом, прочитал, принял мысль. Ну, да, хорошо бы. А что делать, если с утра проснулся и сразу же полетел в мыслях, в помыслах, без навыка отсечения помыслов и попытки выключить мозг на какое-то время, чтобы просто сердце свое посмотреть, помолиться в тишине, без попытки постоянного отсечения помыслов, которые нам посылаются лукавым, попущено лукавым духом злобы, затмевать, опьянять наше сердце, наше сознание постоянным течением помыслов, желаний, чувств, чтобы мы отвлеклись вообще от Бога, от вообще какой-то попытки делать это. И вот постоянство в утренней и вечерней молитве, оно хотя бы поначалу приводит к тому, что ты, ну, даже если закрепился в чтении этих молитв, то со временем понимаешь, что ты вот, ну, вот тут на устах вот это чтение происходит, а внутреннего какого-то нету стыковки сердца. А это уже можно вынести на исповедь вообще. Если это сокрушает, вот это если сердечно поразмышлять об этом, если мешает ли тебе это, или ты думаешь, что это достаточно? Вот произнесение вслух молитвы, это достаточно твоего служения Господу? Или, может быть, должна быть еще какая-то попытка сделать что-то большее? Тяготит ли это тебе вообще? Мешает ли это тебе? Ну, если нет, на нет и суда нет. А если да, то не надо отчаиваться, надо терпеть, когда Господь будет подавать эти моменты тишины, успокоения. Но это, опять же, в предыдущих главах много говорится, что вот это делание отсечения помыслов, искание вот этого «Мир даю вам», — сказал Господь. Мир, спокойствие, тишина посреди бури, спокойствие в этой лодке, посреди жизненной бури. И тогда вот, навыкнув, вот хотя бы порой ловить эти состояния, тогда, возможно, и начинается вот это каждое утро со вниманием, стараясь посмотреть, а что бы мне такого сделать. А вечером, не забыв об этом, со вниманием, если Господь даст, то это внимание. Но тут не только такое самодеяние, но это и Господи, помоги, надо обязательно. Господи, дай этого внимания. Толците, и отворится вам, да? А Господь сказал, стучите, и откроет. Он же не сказал, стучите в течение одного месяца, и все обязательно случится. В этом стучании должно быть и терпение, как у того же расслабленного, возможно, который 38 лет лежал в купеле, и дотерпел, и достучался. Или слепых от рождения, которых исцеляет Господь на страницах Евангелия, мы это читаем. Терпение, вот это, наверное, самое главное, смирение и терпение, самое главное добродетели, которые, даже если ты не обладаешь сильной волей, желанием и ревностью о Боге, может быть, тебе стоит просто для начала смиряться, что у тебя этого нет, и просить Господи, дай. И не поднимать вот в своем сердце революцию против Бога, что стучу-стучу, а ты не отворяешь. Претерпевый до конца спасется. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok